Почти год прошел с того момента, как погиб в огне только что отреставрированный шедевр деревянного зодчества – Успенская церковь. Практически сразу стал вопрос о восстановлении храма, но пока не готова даже проектно-сметная документация. Минкультурой нам называют только сумму, в которой она обойдется. Это около 5,5 миллионов рублей. Заявка от региона уже направлена. Выделят ли деньги, станет известно в начале следующего года по итогам заседания экспертной комиссии. Ивановцы ждут и надеются. Ее просто не хватает в городе, я бы так сформулировал. Вот недавно мне попросили рассказать о городе, гости приехали из Австралии. Но вот очень ее не хватает. Вот она была таким своеобразным силом, талисманом старого села Иваново. На своем веку церковь повидала многое. Она даже не раз меняла место расположения. Это своеобразная церковь-путешественница, которая располагалась на Успенском кладбище, вот там, где сейчас Успенский собор. Потом она стояла там, где сейчас Дворец искусств, Покровский собор. В конце концов, если бы она не представляла никакой ценности, Дмитрий Геннадьевич Бурлин бы не занимался и не озаботился бы ей судьбой. А именно он туда ее и перевез, где она благополучно пережила и атеистические годы, и прочие всякие вещи. И переходила старообрядцев к ненаверцам, опять вернулась в епархию. В семье Зорина к деревянной церкви особое отношение. В старом ларце хранится самое дорогое – фотографии предков. Судьба шести поколений родственников тесно связана с этим храмом. Мой прапрадедушка Павел Григорьевич Уваров непосредственно участвовал в переносе этой церкви. Вся семья являлась прихожанами этой церкви. И в последнее время, после открытия в 1946 году церкви, дедушка состоял старостой прихода. Для того, чтобы грамотно осуществить перенос церкви на место новопосадского кладбища, которое еще называлось Хуторовским, Павел Григорьевич Уваров ездил на Вологодчину, где изучал технологию постройки деревянных циклей клетского типа, в основе которых лежит прямоугольный сруб. К храму пристроили колокольню. Правда, после революции колокол сняли и вернули на место только после Великой Отечественной войны. Это Александр Павлов Чуваров, дедушкин сын. А это мой дядя Владимир Иванович Никитин. В 1947 году дядя Володя мой с дядей Сашей поднимали колокол на колокольню. К сожалению, деталей я не знаю. Знаю только это как факт. Алексей Зорин рассказывает, что его прапрадедушка всю жизнь собирал иконы и церковную утварь. Была в семье особо почитаемая икона Тихвинской Богоматери, за которую Бурылин предлагал ему очень большие деньги, но дедушка отказался и завещал передать эту икону после смерти своей в деревянную церковь. Его пожелание было исполнено, но правда не сразу после его смерти, а после смерти его супруги Анны Маркеловны. После пожара выяснилось, что опись церковных ценностей не велась. А икона Тихвинской Богоматери в большом серебряном окладе с полудрагоценными камнями пропала без вести. Алексей Зорин рассказывает, что в день пожара он не видел ее среди спасенных вещей. Тихвинскую икону я не увидел. К сожалению, было очень обидно, что выносились предметы, которые в принципе не имеют особой ценности, не такие намоленные, а какие-то новодельные полиграфические крестики. И когда я видел в окнах горящие древки хоругвий, конечно, слезы лились беспрестанно. Я простоял там весь вечер до окончания пожаротушения. Как нам сообщили в Иваново-Вознесенской епархии, практически все внутреннее убранство деревянного храма погибло в огне. Уцелело лишь небольшое количество современных богослужебных предметов и вновь написанных икон. Но показывать их нам не стали. Не только в Тихвинской иконе были оклады с камнями. Я могу вспомнить еще несколько икон. Было много предметов утвори, очень древних. Например, кадила серебряные, тоже украшенные камнями. И серебро, в принципе, могло расплавиться при таких температурах, но камней нет. Поэтому, если эти камни не будут найдены, тогда причина, наверное, все-таки не замыкание. Икону уже не вернешь, а вот восстановить храм можно. И решение это, как сообщили недавно в Министерстве культуры, по многому зависит от Московского патриархата. Именно он определяет очередность реставрации культовых сооружений.